Сегодня в Нижнем Тагиле поутру прямо перед школой и по времени и по пространству водитель-двоечник, к тому же наглый врун, сбил школьницу, спешившую на занятия, прямо на зебре пешеходного перехода. В окраинном поселке имени Третьего Интернационала на улице Перова 38-летний водитель Шевроле Лачетти, двигаясь со стороны Ульяновской в сторону Балакинской, около восьми утра приближался к переходу у остановки общественного транспорта школа номер три. Тут тебе и сама зебра, и мигание желтого фонарика, и знаки пешеходный переход, и лежачий полицейский перед ним, и даже нарисованный прямо на дороге предупреждающий знак «1, 2, 3, дети». В конце концов, здание детсада вплотную к обочине, а следом за ним та самая школа номер три. Словом, решительно все намекало, что здесь надо держать внутреннее ухо в остро, но нет. Не всем ведь закон писан. Этот, например, рулевой Лачетти, сбивший 11-летнюю школьницу, переходившую дорогу справа налево по ходу его движения, будучи совершенно трезвым, пытался инспекторам петь военную песню о том, что он где встал перед зеброй, как вкопанный. А эти две на обочине стоят, не мычат, не телятся, переходить, стало быть, не собираются, но он и поехал. А тут и они тоже пошли, и вот одну из них он сбил. Ну, типа, сами бросились на машину. Однако слишком много очевидцев, да что-то много, все 100% опрошенных инспекторами ГАИ заявили, что это все сказки и бессовестный обман. Водитель не то что не остановился, он даже с учетом лежачего полицейского и не пытался хотя бы снизить скорость. В общем, нарисовали ему заслуженную статью 12.18 Коапа, что, впрочем, будет стоить ему лишь от полутора до двух тысяч рублей штрафа. А девочку доставили для обследования в детскую больницу номер 3, откуда вскоре и отпустили, сочтя, что от ушиба спины она успешно исцелится и амбулаторно. Кстати, недалее как 9 дней тому назад мы рассказывали о том, как 13-летнюю школьницу сбили ровно на этом же месте, но там все кончилось более грустно, переломом голени. Напоминаем водителям, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо снижать скорость своего транспортного средства и быть особенно внимательными при проезде образовательных организаций. Пешеходам напоминаем, что дорогу необходимо переходить по пешеходному переходу, подойдя к пешеходному переходу необходимо остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться в своей безопасности и только после этого переходить в проезжую часть.